Зима закончилась, а вместе с ней завершился и открытый зимний чемпионат Славянского района по футболу. Кто же стал победителем соревнований, смотрите в следующем материале выпуска. Зимний чемпионат района по футболу проводится ежегодно. Стартует он в декабре и продолжается на протяжении всех зимних месяцев. В этом году за победу боролось 11 команд, в том числе из Краснодара, Станицы Анапской и поселка Октябрьского Красноармейского района. Последний день февраля состоялись финальные матчи за пьедестал почета. На поле встретились команды Прибрежного и Анастасиевского сельских поселений. На кону было звание чемпиона и кубок победителя. Игра за первое место получилась очень яркой и напряженной. То одна, то другая команда перехватывала лидерство. И практически до самого конца не было понятно, кто же победит. Решающий гол ворота соперников забила команда Анастасиевского сельского поселения. Со счетом 3-2 они выиграли матч, завоевав и звание чемпиона Славянского района по футболу. Победителям вручили кубок и медали. Достойные соперники были. Команда Краснодара очень крепкая, сильная команда была. И Анапская команда, и Октябрьский район очень сильные, крепкие команды в этом году. На самом деле действительно очень, наверное, один из сильнейших чемпионатов прошел за последнее время. Тяжело было бороться. Тяжело. Переломный момент, наверное, у нас был. Это в игре с Динамо. Хотелось бы отметить нашего вратаря Данила. Он нас выручил тогда. И вообще он тогда, за выход в финал, он, конечно, сделал много для команды. Серебряные медали и кубок за второе место были вручены команде «Урожай прибрежного сельского поселения». Третьими стали футболисты команды «Динамо» Славянского РОВД. Спасибо вам большое за участие. Февраль месяц закончился, зима уходит и зимнее переносное уходит. Впереди весенние старты, летние старты. С футболом мы не расстаемся. Удачи вам всем и спортивных успехов. Также были отмечены лучшие игроки зимнего чемпионата. Лучшими бомбардирами по итогам сыгранных туров признаны Руслан Смирнов и Александр Ильященко, забившие по 9 мячей. Лучшими игроками чемпионата стали Александр Безряднов, Вячеслав Мартынов, Игорь Нечай, Антон Винников. Футболистам вручили памятные кубки. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».